Эдуард Шалютин Заведующий студенческим клубом Мне кажется, этого достаточно Упертый Очень упрямый, очень мотивированный Говорят целеустремленный, но мне больше нравится слово упертый Поплевывать на все научиться хотелось бы Но пока не очень получается и, наверное, уже не получится Страха я больше всего боюсь Собственного страха, собственной неуверенности Я же весы Говорят, это не влияет, но мне кажется, влияет все-таки Очень часто боязно принимать решения, скажем так Счастье – это когда ты делаешь любимое дело Среди людей, которые тебе приятны С результатом, который ты можешь увидеть при жизни, скажем так И при этом тебе за это еще и плать Да при любых В последнее особенно время, мне кажется, что наша жизнь, в общем-то, состоит из этого Она просто переворачивается И то, что воспринималось как правда, воспринимается как вранье и наоборот А самое главное же у нас ведь что? Самое главное – это Вот опять же в последнее время вокруг меня вот такое вот И я в этом во всем Богатство русского языка Я же филолог по образованию У нас русский язык очень богат То есть можно назвать ложь враньем Потом вранье назвать лукавством Потом лукавство назвать недоговоренностью И уже как бы мы молодцы А все равно же вранье Но мы живем, к сожалению, в этом Никуда от этого не денешься Если один свободный день, лягу и буду лежать Правда, вот это мечта Лечь в тишине без телефона, без телевизора, без компьютера, без музыки И день просто тупо отлежать Наверное, больше, чем на день, меня уже не хватит Я уже встану, включу телефон и побегу искать себе работу, как говорят мои близкие Но на один день очень вот этого хочется Минус 25 килограммов за последний год То на что приятно смотреть Просто приятно, так без понтов Это первое Второе Как человек, когда-то преподававший еще историю искусства Я согласен с древнегреческим определением того, что красота в гармонии Могут быть уродливые детали Но если они классно сочетаются, это красиво Моя маленькая слабость – умные люди Я безумно люблю умных людей К сожалению, я даже ставлю... Для меня умный человек, наверное, круче, чем хороший Я понимаю, что это не очень хорошо, но так и есть Студенты Безумно талантливые у нас студенты А многие еще и хорошие И когда в них это сочетается, это невероятно Наверное, иногда мне кажется, что я их вампирю Вот правда Потому что молодые, красивые, устремленные Правда, не всегда понимают во что Ну, так и я в 50 не всегда понимаю, во что я устремлен Но это да, это больше всего мне нравится вот здесь И общение с ними, оно нивелирует почти все отрицательные стороны, которые есть у любой работы Это самый плохой вопрос для меня, правда Мне 50 Людям, с которыми я работаю 18-20 23 – это уже они плачут, мы старые И мне постоянно, каждый день кажется, что я за ними не успеваю Потому что они мыслят быстрее, думают быстрее Да и делают это совершенно по-другому И я немножко со страхом жду своих 60 Потому что я все время боюсь, что я буду за ними успевать все меньше и меньше Но если не выгонят, или если сам не решу, что перестал успевать То вот здесь я себя и вижу Я даже не знаю, как это сказать Громких слов не люблю Не хватает многим Не хватает такой, знаете, сумасшедшинки не хватает Не хватает желания, ну, простите, поднять свою пятую точку Вскочить и побежать, не спросив перед этим Либо, а что мне за это будет Либо хотя бы просто зачем Я сам не романтик, боже упаси Я очень материальный человек Я люблю всяческие блага, которые за это Но они не должны быть первичными Я не сторонник ситуации, что художник обязан быть голодным Ну, например, да Вот последний пример Я когда пришел сюда 10 лет назад На любой КВН выносили дверь Реально выносили Это не переносный смысл Вот ту створку, самую крайнюю Громадную тяжеленную дубовую дверь На первой КВН, которую я здесь вел Она стояла рядом, ее снесли Сейчас, если вы заметили, да Международная лига КВН Прекрасный уровень Команды приезжают за тысячу километров А зал иногда не набирается У нас раньше было немыслимо Что вот коллектив танцует Коллектив работает на сцене А люди из этого коллектива Которые в этом концерте не работают Они не приходят в зал Раньше это было немыслимо Сейчас, наоборот, это редкость Мой коллектив на сцене А я этого не увижу Раз я не танцую, ну и ладно Это даже не равнодушие, нет Я это даже не осуждаю Это что-то другое Может быть, потому, что все можно увидеть в интернете Может быть, поэтому Я утешаю себя этим Потому что, ну, совсем не хочется верить в то Что им и в интернете не хочется на это смотреть Бескорыстной сумасшедшинки не хватает, скажем Из детства Яркое воспоминание из раннего детства Это детская площадка При детском садике номер 34 Который был вот здесь На месте ЛТК Ровно на месте фонтана Стоял двухэтажный кирпичный детский садик Была детская площадка Понятно, что не пластиковая Абсолютно железная И самым ярким воспоминанием было Мне тогда первый раз сказали, что я талантливый мальчик А знаете, почему сказали? Потому что я ухитрился упасть с кораблика Который был высотой, как я понимаю, вот такой И при этом сломать ключицу Заметьте, ни руку, ни ногу, ключицу Вот с высоты сантиметров это 80 И тогда мне сказали, что я очень талантливый ребенок Мне было что-то около 4 лет, наверное Вот это было страшно яркое воспоминание А второе там же, когда я, как и все мы, наверное Проверил слова бабушки о том, что железную лестницу зимой лизать нельзя Но я же проверил Было больно Очень яркое было воспоминание А главное, я же был разговорчивый мальчик, как и сейчас Говорун И нельзя было говорить Вот это была беда Булгаков Однозначно Булгаков Почему человек обладал понятием четвертого измерения Вот мы же с вами живем в трех, да? А у него было четвертое А еще, ну вот этот, помните в «Мастере и Маргарите» Да? Квартира, обычная квартира, которая становится вдруг громадным Местом для балла сатаны Камин, из которого выходят люди А снаружи все Это четвертое измерение А почему? Скорее потому, что Очень парадоксальная личность Эта парадоксальность Ушла в его литературу Есть Ну, он не очень цензурен, знаете ли Ну, вы знаете эту фразу Поэтому я могу одно слово и не сказать А вы и все, кто будет это видеть, поймут Это, к сожалению, это он Да Нас А мы крепче Ну, такой народный вариант знаменитой фразы Все, что нас не убивает, да Делает нас сильнее Я еще люблю продолжать А также злее, циничнее и черствее Это да Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин